И начнем с главной темы дня. Беспредел в ЖКХ именно так окрестили эту проблему разгневанные телезрители. Телефон редакции не смолкал ни на минуту. В разных частях нашего города жители жалуются на плохую работу управляющих компаний и ЖЭКов. Счета за капремонт приходят ежемесячно, а живут многие в нечеловеческих условиях. Кто прав и кто виноват. А главное, когда это закончится, разбиралась наша съемочная группа в первом материале выпуска. Нам отвечают, что в 2021 году администрация городского округа города Калининграда будет рассмотрена возможность проведения ремонтных работ на указанной муниципалитетной программе развития молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивного направления. Это же самое настоящее воровство. Эти люди не стали дожидаться помощи чиновников, просить денег у спонсоров. И одним погожим майским днем группа активных жильцов одного из многоквартирных домов на Мариупольской решили своими силами восстановить спортивную площадку во дворе. Кто-то принес застоявшуюся банку краски, кто-то сварочный аппарат. А кто-то достал по случаю кусок рыболовного трала для футбольных ворот. И так старая советская спортивная точка стала вполне функциональным стадионом. Но буквально на следующий день жильцов разбудил шум электроинструментов. Сделали сами площадку, на следующий день ее срезали и обратиться даже уже за помощью некому. Где тот чиновник, который дал указание срезать эти ворота? Какой предлог? Что в аварийном состоянии? Ребят, ну вы что, мы сами лично их ремонтировали и знаем, что они настолько крепкие, что вон видео показано, как они турбиной большой мучаются, пилят эти ворота. Молодежь дома также подключилась к спасению дворового спортобъекта. А вот МУП «Чистота» отчитались по этому поводу лаконично. Да ну что вы, какие наши, у нас только косилки. Слушайте, у нас даже такого оборудования нет. Против видеофактов у нас есть только слово «муниципальная служба». А кто прав, решайте сами. Вот крыша, которая стала камнем преткновения между собственниками дома номер 5 по улице Гагарина и управляющей компанией РП «Энерго». Каждый год мы зарабатываем на своей антенне 311 тысяч. На 2019 год, когда мы решили заменить кое-какое оборудование дома, у нас должно было быть порядка миллиона рублей. Но, обратившись в управляющую компанию, мы узнали, что денег нет. А эта тяжба жильцов с Гагарина и управляющей компанией ведется с 2014 года. Без ведома жителей их крышу сдали компании сотовой связи, которые установили антенну и передающие оборудование. По закону крыша является общей собственностью жильцов. И они имеют все основания требовать, чтобы полученные средства были истрачены для обустройства их дома. Естественно, денег люди не увидели. Сейчас проводится прокурорская проверка. Двери управляющей компании для нас оказались закрыты, но мы будем благодарны за их комментарий после этого эфира. Иногда жителям многоквартирных домов приходится вести самые настоящие войны со своими управляющими компаниями. И побеждает в них обычно тот, кто лучше знает свои права и помнит о своих обязанностях. Денис Кюникшверт, Александр Каптур, Служба новостей, город.